Представление проектов на премию губернатора «Наше Подмосковье» завершено. В округе защиту прошли почти 600 участников. К слову, рекордное количество по всей Московской области. Работы на различные темы, наука, здравоохранение, спорт, ЖКХ, образование защищали на протяжении двух дней. Все подробности в нашем сюжете. Этап подтверждения проекта – один из ключевых на протяжении всей премии. Со своими наработками знакомили люди разных возрастов и профессий. Например, Екатерина Дегтярева. Вниманию аудитории представила проект по взаимодействию средств массовой информации с органами власти и общественными организациями в сфере межнациональных отношений. Этой работой она уже занимается на протяжении четырех лет. Я считаю, что это очень хороший положительный опыт, потому что СМИ зачастую ругают за то, что они неправильно освещают межнациональные отношения. А вот наша задача наоборот – показать, что мы можем правильно освещать, красиво показывать нашу огромную богатую страну. И то, что в нашей стране очень достойно жить, независимо от какой-то национальности, расы, вероисповедания, наша страна достойна для того, чтобы в ней жить. Саботой, но пока к жителям округа и в отдельности поселка Октябрьский пришли ребята из 54-й школы. Они решили упростить работу сотрудников коммунальной сферы во время уборки снега в зимний период. К вниманию аудитории они представили проект машины под названием «Снеготоп». Нам пришла интересная идея использовать газ, раскаленный получающийся в процессе работы двигателя внутреннего сгорания. То есть таким образом мы можем использовать тепло сжигания топлива и вырабатывать электричество с помощью генератора, которое тоже вследствие можно использовать для топки снега. То есть это удешевляет и упрощает работу. Помочь жителям и упростить их жизнь стало одной из главных задач проектов. После этапа их подтверждения пройдет дополнительная модерация. И только после этого они поступят в совет по присуждению премии. Особо гражданскую позицию участников отметил Петр Ульянов. Очень много неравнодушных, активных жителей, которые представляют свой проект, которые реализуют уже довольно-таки длительное время и реализуют их совершенно бескорыстно. И вот сейчас, благодаря данной премии, у них появляется возможность получить финансовую поддержку от губернатора Московской области. Отмечу. Последний этап. Подведение результатов должно будет пройти в августе. А само награждение уже в начале сентября. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.